Как рассчитать свой асцендент? Овин — это яркость. Телец на асценденте не поможет рыбам, и не дай бог, если лев попросит помощи, потому что враг добавит им определенные страхи, и поэтому рыбам обычно сложно мотивировать себя. Всем привет! В комментариях я выбрала вопрос, который актуален для многих людей. Как узнать свой асцендент и какую информацию он может рассказать о человеке? Что такое асцендент с каббалистической точки зрения? Асцендент также называется горизонтом. Например, если вы хотите сделать для себя ваш гороскоп, вашу натальную карту в любом источнике в интернете, то асцендент — это будет начало вашей карты, знак, который будет стоять на линии горизонта. Он открывает первый дом. С каббалистической точки зрения асцендент — это скорая помощь для нашего солнечного знака. У каждого солнечного знака есть определенные задачи, которые он пришел выполнить. Мы можем разговаривать про разные качества льва и скорпионы, водолея, но в каббалистической астрологии мы концентрируемся именно на тех качествах, которые эти знаки пришли трансформировать в себе. Давайте возьмем пример. Человек, который пришел в этот мир с солнечным знаком Овна, говорит о том, что он знает, что он хочет, он действует быстро, импульсивно, и если не получается, он не будет обращаться за советом, он просто остановит эту задачу и переключится на что-то другое. Он сам знает, как, и он не всегда будет готов прислушиваться к другим. Это не просто. Нужен какой-то инструмент, нужна какая-то помощь. Например, этот человек получил в качестве скорой помощи асцендент в знаке козерога. Козерог амбициозный. Козерог даст этому человеку замедление, даст ему возможность остановиться, продумать план, убедиться, что не просто так будет работать, а что этот план приведет его к успеху, даст ему возможность продумать риски, просчитать бюджет, что, как вы видите, отличная скорая помощь для этого знака. Посмотрите на асцендент тоже, как на набор инструментов. Да, если в обычной жизни кто-то купил шкаф в Икее, я знаю многих, которые любят собирать эти шкафы сами, для этого вам нужен какой-то инструмент, ну хотя бы один. Но Вселенная дает нам больше одного инструмента для того, чтобы преодолеть задачи нашего Солнца. Рассмотрим еще один пример. Человек, который пришел с солнечным знаком рыбы, чувствительные, предпочитают жить в своем пространстве, периодически уходить в себя, переживают и сострадательны ко всему того, что происходит вокруг, и стараются чрезмерно не вовлекаться в это, для того, чтобы не переживать очень глубокие, болезненные, эмоциональные перепады внутри себя. И поэтому рыбам обычно сложно мотивировать себя, сложно достигать каких-то жизненных целей. У них есть желание, как у всех, но они не всегда знают, что надо сделать, когда нужно начать. Они могут проснуться один день с таким настроением, что сегодня хочется полежать в кровати, попить чай, посмотреть любимый сериал. Соответственно, задачи будут оттягиваться. Но если рыбы получили в качестве асцендента знак льва, это будет делать их очень целеустремленными. Лев будет добавлять рыбам то, что они будут показывать себя роскошно, богато. Они будут, с одной стороны, чувствительны, и будет добавлять им возможность быть хорошими хозяевами. Например, если они захотят устроить вечеринку у себя дома или где-то на работе, они будут показывать, что все замечательно, все прекрасно. Рыбы окажутся естественным образом в центре внимания. Своим вниманием они не будут никого напрягать или отягощать. Люди будут прислушиваться к ним. Рыбы будут показывать, что у них все прекрасно, замечательно. Будут стараться не делиться какими-то своими внутренними переживаниями и болями. Но при этом это все-таки рыбы, и поэтому очень природно и естественно будут окутывать своей любовью всех вокруг. Львы добавят рыбам вот это вот чувство, что каждый человек важен, поможет им дать каждому человеку должное внимание, без любого намека на какой-то негатив. У меня радостная новость. После многих месяцев подготовки, я рада сообщить вам, что я открываю мой авторский курс «Астрология и сознание». Набор на него уже открыт. Начало 10 октября. О чем будет этот курс? Во-первых, для многих это будет возможность узнать, что такое каббалистическая астрология и чем она отличается от других разновидностей астрологии. На этом курсе мы разберем с вами знаки зодиака, мы разберем с вами планеты, их функции, влияние на нас, и мы узнаем, как взаимодействовать с разными людьми в нашей жизни. На этом курсе также мы раскроем тему того, как душа выбирает знак, как душа выбирает сценарий жизни, потому что здесь есть тоже большое понимание, которое идет именно через каббалистическую астрологию. И к концу курса вам станет намного проще взаимодействовать с вашими родными, близкими, с вашими начальниками и с вашими коллегами. Это не про то, что вы будете ими манипулировать, а это про то, что вы поймете, почему они ведут себя определенным образом, почему они говорят то, что они говорят, и понимая их, вы сможете взаимодействовать с ними намного более гармонично, что создаст больше спокойствия, как в семье, так и на работе. Этот курс состоит из 12 уроков. Будет он проходить в формате онлайн, что даст возможность подключиться к каждому из вас из любой точки мира. Подробности и ссылка на регистрацию находятся в описании под этим видео. Жду вас 10 октября. Давайте представим тех же самых рыб с другим знаком на асценденте. Например, знаком земли, телец. Телец даст рыбам очень хорошую организованность, но телец также даст рыбам замедленность. Поэтому рыбы, которым и так сложно себя собрать и направить в какую-то цель, у которых есть много желаний, много интересов, телец не всегда будет рыбам помогать. Телец будет замедлять, телец будет направлять рыбы в сторону того, чтобы остаться в каком-то гармоничном пространстве. Вполне вероятно, создать то пространство, в котором рыбам будет удобно и комфортно, и в которых никто их не будет трогать. И, соответственно, телец на асценденте не поможет рыбам реализовать свой потенциал. Посмотрите на это так. Так, солнечный знак — это солнце. Солнце — это основа гороскопа. В каббалистической астрологии мы говорим о том, что если человек знает свое солнце, и задача этого знака — это уже 60% успеха. Понимание, что нужно улучшить себе и на что обратить внимание. Но по жизни мы двигаемся и мы развиваемся. И иногда мы получаем тот асцендент, который вместо того, чтобы помогать нам, он на самом деле замедляет нас еще больше. И поэтому асцендент дает определенные качества нашему солнцу для того, чтобы мы начинали каким-то образом двигаться вперед. Что я имею в виду? Когда мы находимся в каком-то окружении, где нам очень комфортно, мы можем выбрать остаться в нем и не двигаться, ничего менять. Намного проще, сложнее, конечно, но проще, когда человек рождается при тех условиях, где у него есть определенное напряжение, где у него есть нехватка, где он чувствует, что он одинок, где он не чувствует поддержку. Шансы, что человек будет двигаться, развивать себя намного больше, чем тот, кто будет находиться в комфортных условиях. И поэтому часто душа, придя в этот мир, выбирает определенные условия, которые опираются на нашей прошлой жизни и том опыте, который мы приобрели. Но наша задача сделать выбор, остаюсь ли я в этих условиях или двигаюсь дальше. И поэтому также то, что может помочь, это узнать, в каком знаке находится ваша луна. Потому что очень часто луна дает эту помощь, которую не дает асцендент. Давайте рассмотрим еще один пример. Предположим, знак тельца. Человек, который умеет удерживать, умеет копить, умеет строить, который упрям и в своих действиях, и в своем мнении. Но при этом тельцы очень часто не видят то, что происходит вокруг их, потому что фокус идет на то, чтобы все было безопасно, и чтобы все было комфортно, и, конечно же, вкусно. И если такой телец получил в качестве инструмента горизонт в раке, это сделает его более чувствительным, это сделает его более эмоциональным, это даст ему почувствовать и себя, и других. Это поможет ему не концентрироваться только на своем комфорте. Это поможет ему не создавать какую-то гармонию вокруг себя, чтобы в первую очередь было ему хорошо. Это сделает его более чувствительным к другим. Тельцы могут быть очень уверены в том, что у них есть, и не готовы двигаться и расти. Это не то, что они не растут, я часто говорю об этом, просто это происходит медленнее. Рак добавит им внутренней неуверенности, потому что рак добавит им определенные страхи. Да, это могут быть страхи по поводу себя, но когда человек начинает переживать по поводу себя, он начинает замечать больше свое окружение. А представим, что этот телец получает горизонт, асцендент вовне. Как будет выглядеть тогда инструменты, которые он получает? Конечно, это сдвинет вперед, но на самом деле здесь будет конфликт, потому что овен – это яркость, овен – это порыв, овен – это побег вперед, но овен – это также определенная детскость и неуверенность в себе. Такая немного детская позиция. Очень быстро обижается. А телец, который получил овна, вроде бы получает какой-то волшебный пинок, чтобы двигаться чуть-чуть побыстрее, но при этом любая обратная связь, и когда его не признают, что он сделал отличную работу, будет его опять тормозить. Поэтому асцендент дает нам как положительные качества, которые помогают нам, как и качества, которые могут нас тормозить. Ну, иногда получается так, что человек приходит с определенным солнечным знаком и в качестве инструмента получает асцендент в том же знаке. О чем это? Во-первых, близость солнца с асцендентом говорит о том, что у человека есть очень много фокуса на реализации себя. Это говорит о том, что человек постоянно включается в какую-то активность, и эта активность обязательно должна показать его, показать его представление мира. Причем человек не хочет делать это с напором, не хочет никого напрягать, но ему очень важно проявиться, потому что солнце находится очень близко к его асценденту. Но потому как мы говорим, что асцендент это все-таки набор инструментов, чтобы строить нашу жизнь, то в зависимости от знака мы поймем, насколько это помогает или нет. Лев, который получает асцендент лев, будет непросто. Помимо того, что лев хочет управлять ситуацией, хочет делать, как он считает нужным, хочется, чтобы все обращались к нему и делали, как он их просит, асцендент во льве будет добавлять ему еще больше самоуверенности, будет добавлять ему еще больше то, что он не будет показывать, то, что действительно происходит у него внутри. Все будет красиво, все будет ярко, но когда такой человек остается наедине сам с собой, он будет неудовлетворен тем, что он не получил ту помощь, которую он хотел, потому что ни в коем случае никогда никому не расскажет о том, что действительно происходит в его жизни. И не дай бог, если лев попросит помощи, потому что если лев по солнечному знаку отдельности не будет просить помощи, лев с асцендентом во льве уж точно ее не будет просить, будет полностью уверен, что он сам все сделает так, как он считает правильным. Но если, например, возьмем другой солнечный знак, например, возьмем солнечный знак близнецов, которые любят общаться, которым важно получать информацию и делиться этой информацией, получают в качестве асцендента, в качестве помощи асцендент тоже в близнецах. Человек будет активно проявлять себя в разговоре. Человек будет стремиться создавать больше и больше знакомств и контактов. Это приведет к тому, что человек будет сам говорить ненужную информацию, узнавать те знания, которые ему не нужны. Это может привести к пустым разговорам, это может привести к тому, что человек будет использовать слова не очень хорошим путем, льстить или рассказывать какие-то новости и секреты для того, чтобы быть ярким в этом разговоре, забывая о том, что это чей-то личный секрет, и это может принести этому человеку боль. Как рассчитать свой асцендент? Первый источник, к которому я рекомендую вам обратиться, это профессиональный астролог, который рассчитает не только ваш асцендент, а всю вашу натальную карту. Но сегодня информация обо всем на свете доступна для нас в пределах интернета. Поэтому есть разные бесплатные источники в интернете, где вы можете рассчитать и построить натальную карту, а точнее сама программа строит это для вас, и узнать, в каком знаке находится ваш асцендент, в каком знаке находится ваше Солнце и ваша Луна. Также многие такие сайты дают письменную интерпретацию вашей натальной карты. Но мне хочется предупредить вас. Это все-таки работа компьютера. Когда вы обращаетесь к профессиональному астрологу, вы ведете диалог с астрологом. Этот человек видит вас. Человек видит, как вы развиваетесь, где вы преодолели какие-то сложности вашей карты, где вы используете ваши способности. И поэтому профессиональный астролог даст вам намного больше инструментов, четких, конкретных, чтобы помочь вам познакомиться с собой, а в нашем случае про асцендент узнать, какие инструменты дала вам Вселенная и как правильно их использовать. Продолжайте писать ваши вопросы в комментариях, ставьте лайки и делитесь этим видео с вашими друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok